А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы, так что и вы можете меня поддержать на бусти по ссылочке в описании. Спасибо! Нам дают разработчики абсолютно бесплатно поиграть в превью-версию, ну это по сути демо-версия игры. И эта игра максимально вобрала в себя всё самое лучшее, чем славится серия Command & Conquer, которую я очень люблю, особенно её тибериевое направление. Собственно, вы можете на канале найти прохождение у меня. Третий CNC с кучей модификаций, с кооперативными миссиями, третий Red Alert в кооперативе и тоже с разными прикольными одиночными и кооперативными миссиями. И первый Red Alert я проходил, и даже модификации Generous Evolution. Короче, всё это вы можете найти на канале и понять, что я огромный фанат этой обширной серии. Ну и вот, собственно, такие же фанаты, как я, решили сделать свою игру, потому что Electronic Arts вообще забыла про величие серии Command & Conquer. Так что давайте сегодня посмотрим на первые миссии за Global Defense Forces. Мне просто, знаешь, хочется назвать их не GDF, а GDI. По сути, это реально ГСБшники из CNC. Ну и тут ещё есть какая-то темп из дайности, это типа братство нот, как я понимаю. Ладно, погнали. Нам дают поиграть за Global Defense Forces парочку миссий. Ну или вообще одну, не знаю. Это, по сути, демка. Командир, я рад, что вы к нам присоединились. Хочу отметить, что о вас, командование, очень хорошего мнения. Я полковник Фишер. Ваши способности нам очень пригодятся. Разведка докладывает о странных вещах в этой... как там её... а, Исландии. У нас там идёт добыча бури в этом регионе, но на восточном побережье наша база перестала выходить на связь. Если вам интересно моё мнение, не к добру это. Вполне возможно, в этом замешаны войска династии. Если это так, докажите им, что войска GDF не лыком шиты. Я присоединяю вас к боевому интерфейсу. Если у вас есть вопросы, задавайте их сейчас. Серьёзно? Мы можем задавать ему вопросы? Расскажи мне больше про династию. Неважно, что вы слышали по новостям, но династией руководит никто иной, как давобой Майк Каллан. Но он всего лишь подставное лицо. Играет на публику. И всё из-за того, что он основал династию. И стал неким маскотом. А также именно он дал людям цель и назначение. Но это всего лишь пиар. Сегодня эти фанатики обычно ни о чём не заботятся. В реальности, династией управляет Алекс Маккаллан. Его сыном. И он это единственная причина, почему династия настолько стала милитаризированной и организованной. И для нас они, естественно, представляют некую угрозу. Но именно поэтому мы и здесь. Окей, я тебя услышал. Слушай, не, ну в принципе я могу сейчас у него поспрашивать всякое, но это слишком затянет игру и мы не увидим геймплей. Поэтому, если хотите узнать больше про вот эти всякие штучки, дождитесь моего прохождения этой игры на канале. Да, спасибо, командир. Я вас не подведу, командир. Ничего такого не произойдёт. Удачи. Короче, он пожаловал нам удачи. Сказал, типа, не подведите меня. Ага, мы сможем перед миссиями качаться. Оружейка, я вижу, есть. Какой-то комиссарий, доктрины. Слушай, очень даже неплохо. Я так понимаю, у нас будет как в Старкрафте, втором типа, да, такой база-хаб, где мы сможем делать какие-то прокачки между миссиями. Это охеренно. Я люблю такое. Операции по добыче бури были прерваны в этом регионе. Мы подозреваем, что во всём замешана династия. Верните себе эту позицию и ждите МСС, чтобы построить базу и продолжить добычу бури. Уничтожьте все силы династии и ищите любые сигналы базы династии. Ну, короче, у нас здесь, получается, враги называются не нодовцы, да, как в Сен-Си, а династия некая. Династия бури. Буря это ресурс по типу Тиберия здесь в этой игре. По сути, его тоже добывают. Это тоже какой-то инопланетный ресурс и типа того. Вот, кстати, и буря. Это, знаешь, как цветочки небольшие, которые молнией бьются. Что это? так ну поехали займемся делом парни разберемся с этой красной угрозой о да если кому интересно игра я на максимальных настройках графики но вдруг кому интересно боже мой это классно выглядит очень классно так вот аж 4 солдатика так атака движений я буквально ребят секундочку проверю записи мы продолжим так то что продолжим погнали паре у нас есть работа сзади хочу немножко оговориться что в игре произошла какая-то ядерная война как говорят разработчики и типа если это ядерной войны мир стал выжженной пустыней и по сути получилась такая херня под названием буря то есть какой-то имплей то ресурс попал на нашу планету и такая херня произошла так парашютисты давайте парни выходите а это кто дрон оператор яска помню он может да он может дрона вызвать вот он вызвал дронов хорошо у нас тут недалекая будущее как никогда парни бочки отходим бочки имеется из-за взрываться дорожность как пехота здесь ложится на землю зашка типа как под укрытие как в первой сенсии лишь также делали это классный элемент погружения так парни зарывайся красные бочки в этом регионе это же цель номер два кстати эту миссию вроде как показывали разработчики уже и давали некоторым блогерам поиграть вроде как эта миссия уже была у нас засвечено так сказать да огнемета турель черт вот это конечно большая неприятность для нас так можем дронами все разведать давай сгоняй так ну еще разок вот туда а можем стрелять о давай 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 вот туда хорошо а дроны со временем пополняются ли типа на этом все так давай добьем турельку хорошо это хаваки парни бы должен справиться с этой проблемой все дефта нас рассчитывает поехали так ту цели а и бп или не просто а появились были вот кстати когда я смотрел видео по этой миссии ну когда там разработчики в нее играли они же показывали геймплей там вот этих вот цели а не было вот не было этого пока ну видимо игру допиливают периодически доделывают так это какая-то рпг шка по бочкам тут хер о нем так прибыли подкрепления где так тут база противника это у нас счет энергостанция и силосная вышка он нам подкинули технику парня привет люблю тяжелую штуку так медик у нас еще есть два по хилим слушай да это прям реально 1 сенсии гсбшники с медиками это все как надо клёво и вы знаете еще сделать в настройках сейчас поставил чтобы у меня хелсбары были у юнитов так это нет это не то где там хелсбары вот хелсбары давай у тех кто поврежден вот так типа у всех кто немножко поврежден будет хелсбары или нет странно че нет хелсбаров еще разок давай тогда сделаем хелсбары у выбранных юнитов вот другое дело так ну чё парни поехали разведаем эту деревеньку ага там парашютисты какие-то были походу наши парни померли командир нас атакуют нужна поддержка да вы вроде как неплохо разбираетесь закидайте гранатами парни как мы можем помочь сверху стрелять можем да можем отлично армаз ну немножко помогли а типа вы хотите чтобы оттуда медика привел хорошо без проблем так там еще и спортивник давай 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 мужики больше войск больше веселья вы же знаете так это дуб задание было хорошо так паре у нас есть работа погнали документика сегодня прямо херить как много работы всех надо полечить так инкомент размешан а мы собираем разведанные хорошо а какие разве данные нам надо собрать нам надо уничтожить 4 сэм сайта это мы сделаем и уничтожить династии конструкции арт это где-то там хорошо короче удоб задание нам дали и сказали мы получим разве данное блин а вот и наша буря темп с блин какая же мерзость да реально какие-то цветочки с молниями это кстати хорошо что разработчики решили не повторяться так сильно да не сделали какие-то кристаллы или минералы а то что они сделали типа как вот вообще ни на что не похоже не на теперь и не на что-либо это еще раз сюда быстренько сгонять то что-то еще должно быть вот еще кстати буря наша а вот и наша буря но чехники вроде насрать на этой буре как собственно и на тиберии да а вот пехота вполне себе будет очень плохо себя чувствовать там и кстати вот эту бурю мы собираем они смотреть техники тоже херово то есть техника когда проезжает по буре и тоже не очень хорошо прикол будем знать о какая страшная херовина да так парни долго поэтому не ходите пожалуйста огнеметчики это еще black and что ли черная рука а славик тут будет на самом деле что-то типа славика тут есть давно уже сказали что есть сын лидера командует войсками да я вижу надо бы туда наверно херануть хорошо будет бабахать гори гори ясно люблю взрывы а взрывы как вы знаете искусство так мочим хорвестеров и темп из майнер это наша буря сучки хорвестеры чё типа давить не умеют пехоту и какие-то маленькие да не умеют давить но эти по автоматам выезжают как я понял они нельзя так давать приказом давайте очень шифт можно хорошо так это сил с той вышки это радар блин игра выглядит офигенно играется тоже классно не за как вам ребят я прям кайфую и то что я ждал то и пока и получаю хочется конечно поиграть еще за ребят из династии это всегда интересно да за разные фракции поиграть но тем не менее кто-то вызвал поддержку а вот msc парни стройте базу сейчас секундочку меня мышка уехала ну поехали но это миссия уже видел так интересно но все равно поиграть и самостоятельно это круто энергостанция защитное сооружение мешки с песком стены бас в господи ребята 1 сенси ну ладно 2 в каком-то плане прям реально очень много общего тут есть так энергостанция а да вот у нас вылетает такая штука и на и строится на кастал все хорошо теперь давай рефайнере будем добывать бурю мы пока не умею строить датлинг турельку доктрины еще какие то есть так деньги у нас сверху кстати очень маленькая иконка снегами хотят побольше и и разведданные population хорошо я понял а зачем популяреном ограничивают хотя 200 это дофига наверное не так чтобы это быстро заполняется но все равно зачем ограничение в сенси не было никогда ограничений сколько хочешь только херать так по сути к зарубы да это я умею сейчас заделаем ты кстати давай сгоняй сюда по баррику посмотришь что у нас тут есть какой-то обходной путь или можно посмотреть просто да а ну-ка ну блин у стрельницы ли пожалуйста ты чё отлично плюс 1 доп задача круто так строится казарбы силосную вышку давай за дело пусть будет у нас хранилище а вот и пехота так можно мешки с песком сделать класс давай сделаем какой-то баронку еще есть радарная станция пока не могу а мы по одному строим как в старое доброе что ли чё а может быть если по свою вторую то между ними на тянется а да 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 так и есть хорошо допаду строя как-то слишком геварда слышите прям реально а вы будете нападать парни эту как поеду оборону строю вы в курсе он турельки сейчас заделаю раз-два так у нас вот еще есть гренадеры и медики пока не могу недостаточно разведанных я моя туда ли базу построить а вы разведана не даете зажали раз зажали разведанное я вас был лучшего мнения так ну короче дрон вылетает с главной базы и строит да я понял самом деле не такая же плохая штука а продавать можно как-то да ну мы только бы не пройдем до они пройдем или не пройдем он нападает нападает ну что парни дадим им прикурить с этим машина видели еще горела и получал урон жесть от рель не достает да они достают отлично мужички чё как вам так не давать продадим вот эту штуку может поехали разберемся с проблемками огнеметчики жирные очень прям прям плотные парни у ограна грантометчики ну что поехали парни как старая добрая классический спам юнитами против другого спама юнитов господи какая же красотища ё-моё пожалуйста скажите разрабы что эта игра выйдет в этом году но не переносить ее на следующий ну пожалуйста очень хочется поиграть уже в этом полноценную версию так доп задачи выполнена так вызываю авиаудар слушай это прям как в 3 7 сихи огнеметная машина клёво это прям как в 3 7 си да типа расхерач все и он им орудием я думаю тут тоже будет супер оружие если тут не будет супер оружие то это будет игра провал прям лично для меня здесь должен быть какой-то вид супер оружие что в одной фракции что другой вода баре ходу лайкает ни хера себе то танки машинка маклата уехала походу да давайте парня чуть-чуть осталось а вот и машинка приехала решила вернуться вернусь и так сказать честь и достоинство она садишь что-то умеет маркин projectile прикол типа против а против техники до какой-то наверно да отлично дело почти сделан это огнемет может быть не был сражаться с огнеметом парни или подеремся да нет еще с ума сошел давай немножко отойдем сейчас парни тут новенькие выйдут свеженькие так сказать силы наши слушай а солдаты долго строятся тем более они строятся по одному они как 3 си и си да сразу пачкой что есть свои тех-то проблем болен отходим мужики тут проблемы муж еще казарму давай задел вроде деньги есть у и саталита план а в аплинг это кстати наша задача дополнительно 2 сделаем и куда мы спешим вот скажите мне куда мы спешим зачем мы летим вперед если можем спокойненько поиграть в игру и насладиться и я так подозревать здесь всего лишь одна на максимум две миссии арвестер а можно еще строить хорвестеры ну как-то один маловато знаете ли а буря кстати восполняется со временем как теперь или нет должна реально характер добывать как цветочки какие-то мало энергии теперь можно делать медиков и гренадёров класс так а можно ли прокачку какую-то или пока нет не пока это нам увеличило количество нанимаемых юнитов ну и все их разнообразие у нас у салата стоит а чего стоите парни вы тут типа филонить я понял да а тут война идет они все откурят сторонке нормально ребята вообще хорошо себя чувствуете буря в баре у нас если че и тут есть добудем бы на деньги заканчиваются ё-моё какого хрена так быстро c trolley point это я знаю а можно загружать еще туда солдат а зачем типа не там отстреливаться будут или что а можно быть они там хилятся он давай проверим так оператор дрона да вроде как нет ни хера не не хилятся ладно мужики еще один выходит и погнали в бой слишком долго мы тут сидим на базе штаны протираем давайте развеется с этой проблемкой мне немножко не если честно вот сейчас вот по впечатлениям да спустя там 20 минут игры чуть-чуть мне кажется делать гибким и настраиваемым наверное то есть у него есть некоторое некоторые несу приятные вещи как лично как для меня да он довольно стильный клёвый но есть вещи которые мне чуть-чуть не нравится на природ слишком мелкая отображение денег вот деньги самое главное здесь почетки мелкие так поехали разнесет тут все по кирпичику а хорошо а издание солдаты выходят или нет но видимо нет это как-то знаете как странно выглядела серии игр cnc типа сносишь здание а там солдаты выбегает под руин это реально странно выглядела лейза мину можно закладывать клёво то есть у каждого солдата и способности какие-то класс миссия выполнена вот да а еще есть миссии кстати вот интересно не нету блин это единственная миссия ребят ну я моя по ходу да да это это трейлер нам играет это трейлер ребят это трейлер мы его уже видели все ну короче нам дают в компании поиграть сурша дуисию конечно мало очень мало хотелось бы хотя бы парочку но тем не менее спасибо и на этом спасибо что дали вообще хоть в одну миссию поиграть оценить игру лично пощупать ее ну и в целом увидите обе стороны так сказать в действии жалко дали только за одну поиграть было бы клёво если бы дали за 2 поиграть ну знаешь одну миссию за одну сторону и другую миссию за другую но тем не менее ждем выхода tempest rising на канале как только это случится в обязательном порядке ждите прохождение на канале я эту это наверное единственная ртс к которой я прям настолько сильно жду что готов каждую демо версию облизывать и готов пройти и полностью от начала до конца вообще невзирая там на низкое количество просмотров и так далее просто хочу пройти и охеренная игра очень жду и но и обратите внимание что здесь еще есть кнопочка мультиплеера так что любители по пиви пишется тоже думаю найдут себе здесь раздолье ну и скирмиши есть мне вот насчет скирмиша пока не совсем понятно следующее будет ли ли здесь какая-то вариация кастомных карт и так далее чем славится собственно 3 сенси там 3 warcraft starcraft и так далее то есть вот эти игры например тоже 2 starcraft почему до сих пор живой но не только потому что он бесплатный а потому что в нем есть игротека и там дохрена классных кастомных карт которые прям продлевают жизнь игре tempest rising прям жизненно необходимо что-то сделать скирмишем в будущем не на релизе а вот прям в будущем давать поддержку модификаций или редактора карт где можно там tower defense и шлепать hero defense и так далее это будет круто так что очень жду игру как только выйдет как и сказал обязательно ждите прохождение чтобы это дело не пропустить подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик лайкайте комментируйте и не забывайте переходить по ссылкам в описании заходите к нам в группу во вконтакте в дискорд канал ну и на twitch где мы стримим всякое стратегическое и не только ну и как и стал сам начале видео не забывайте заходить в плейлисты я много сенси игр прошел нас на канале так что можете после этого видоса пойти что-то посмотреть у нас на канале всем удачи и всем пока ребята мы еще обязательно с вами увидимся